Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы сегодня, второй день, как начали озвучивать на нашем православном библейском сайте вот эти вопросы, ответы, которые я даю. Они сначала первых папок, 55 папок, бесколдовство, дальше Библия, богослужение, болезнь, будущее всех, вера, взаимоотношения. То есть очень и очень богатые будут здесь материалы даны. Пока маленькие берем. Первые, которые взяты, они все помещены в моих книгах открытым оком. С первой по тридцатый том. То есть материалы большие. Если вы сравните с тем, как отвечает священник, и вы увидите, разница несоизмеримая, потому что здесь ответ по слову Божию. Это я давал в университетах, в техникумах, в школах, в милиции, где вел занятия, и по радиопрограмме. Дальше. Вопрос 769, второй том. Второй том открытым оком. Что такое гипноз? Как к нему относиться христианам? Я отвечаю, гипнотизеры это враги Божьи, посягающие на подобие Божие, данного человеком, то есть на его волю. Когда мне было около 10 лет, в нашу потеряевку приехали два гипнотизера и давали представление. Я это видел все своими глазами. Вот чтобы отвечать людям, нужно знать Библию, знать ее перед глазами открывать. Вот берутся отвечать священники, видишь, они ничего не знают. Ты должен знать все 719 канонов, книга правил, знать, практически навскидку отвечать. Ты должен знать жития святых. Это 1173 жития. И знать творение святых отцов. Полное творение это примерно 300 томов фолиантов. И поэтому выходит и опыт жизни должен быть, большой опыт жизни. Ты должен знать многое помимо этих четырех параметров. Где-то что-то считал, даже мирская литература. И вот дальше. Подопытными животными выступали зрители. То есть жители нашего поселка, дояркие скотники. Иллюзионисты поднимали подопытных и клали на спинке стульев. Тело их было как железное, без всяких прогибов. Голова, шея на одном стуле, ну вверх стул, спинка стула. А ноги на другом. Вот так вот. Он садится на них, качается, они не могут. Да ты не удержишь даже. А там только пятками качается. Я сам это видел. После этого они усыплены женщинам говорили, что они в саду, где растут яблоки. Наши доярки среди зимы тут же поднимали подолы. И в подолы рвали запретные плоды при общем хохоте зала. Все хохотали. Гипнотизер объявлял, что они находятся в бане. И женщины начинали хрестать с невидимыми вениками. Он говорил, как же им не стыдно-то, ведь мужчины находятся с ними в бане. А вы раздетые доярки незримыми тазиками смущенно прикрывали нижние двери. После этого он нашел в зале еще одну уснувшую. Она жила в нашей деревне Масалуатане. Черноволосая красавица. У этой девчины без вести пропал брат во время войны. И она пожелала его увидеть. Колдун что-то прошептал ей. И переспросил, что ты видишь? Эта девчонка, никогда не выезжавшая из Потеряевки, стала рассказывать. Вижу, много людей. И все обедают и пьют. Щародей советует ей подойти между столами, пройти и поискать своего брата. Она задвинулась и вдруг вскликнула. Вижу, вот он. Подойди, спроси, где он? Ну, деревенская наша девчонка, я помню, высокого роста. С трудом она произнесла слово ресторан. А потом слово Берлин. Почему-то он сразу же разбудил ее. На следующий день моя мама Мария Егоровна с какими-то дарами, может быть с банкой меда, его у нас были пчелы, пошла к ним в контору, где они ночевали. У моей мамы взяли на фронт трех родных братьев. Макаров, Филарета и Эммануила. И она хотела узнать, где они. Потом мать рассказывала, что старший из волшебников, лет пятидесяти, высокого роста, черноволосый, кудесник, водил перед ее носом какой-то стеклянной палочкой и на конце шаричник у ней. И что-то бормотал, но мать это не забирала. А она напряженно считала, да воскреснет Бог. И живые в помощи, про себя, боясь сбиться с молитвы. У нее был страх, хорошо ли он это делает-то. Второй молодой помощник у этого бесогона только наблюдал за ними, и старший учитель выдал. А ты, тетка, молитвы не считай. Я ничего не могу с тобой сделать. Мать как будто не расслышала и сказала, мне бы как Танюши братьев увидеть и поговорить с ними. Ничего у тебя не будет, ни братьев, ни сватьев. Иди отсюда со своим Богом. Как мы работаем? Слушай дальше. В Корщино. За 15 километров их отвозил в колхозной Кашовке мой двоюродный брат Лапкин Иван Степанович, которому на 5 лет старше меня. Потом мы скрытно завидовали, потому что прошел слух, что гипнотизеры дали ему такой большой кулек с конфетами, что он не мог их съесть за раз, а конфеты были круглые, большие и твердые. Все помню. Прошел слух, что будто бы не позже, чем через неделю, в одном из селений на своем выступлении они усыпили 6 человек, мужчин и женщин, и вывели их на сцену и спросили их, что бы вам показать. И кто-то из зала сказал «Просите посмотреть страшный суд». Этот сеанс неожиданно был прерван страшными криками ужаса подопытных колхозников. Они как были раздетые, то есть в таком белье не одетые, а зима была. Вырвались в зимнюю темную ночь, и их едва сумели найти и поймать. Несколько человек остались буйными, умопомешанными, а двое пришедшие в себя рассказывали «Ой, мы вдруг увидели, как вспыхнула огнем вся земля и небо, и на нас напал такой страх, и более мы ничего не помним». Гипнотизеров, тех, как сказали, после этого случая арестовали. Так и сегодняшние все экстрасенсы, хотя бы они делали свои исцеления бесплатно, осуждаются Богом и Писанием. «Кто ходил к ним на лечение, должны быть отлучены на пять лет от причастия». Сколько времени? Еще можно. Еще можно взять? То есть мы набираем по 10 минут, чтобы ролики были, не больше. Вот теперь сравните, какие ответы дает, кто дает, и как люди любят правильные ответы. Вопрос 770, второй том. «Как дьявол попал в рай, и может ли этот падший ангел вновь возвратиться к Богу?» Видите, у людей интерес божественный. Я отвечаю, явно, что он вошел туда не дверью, но перелез через забор. А ты, Анна, истина, истина. Говорю вам, кто не входит дверью в двор общий, но перелазит инуди, тот вор и разбойник». Так, тот вор и разбойник. А что такое дверь? Дверь это... Так, считай, дверью здесь называется Писание, Святая Библия. Все это нужно понимать образно, как путешествие Пилигрима Джона Будьяна. Относительно покаяния, возвращения дьявола к Богу много говорил Ориген, основываясь на извлечении. 1 Коринфянам, «Когда же все покорить Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему. Да будет Бог все во всем». Вообще-то мысль такая, прямо-таки... Дальше. Священно-заманчивая мысль, которая трогает меня до глубины души, и я почти ее приверженец. Но Иисус сказал... От Иоанна, «О суде же, что князь мира сего осужден, ныне суд миру сему, ныне князь мира сего, изгнан будет вон» 2 Петра. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блести на суд для наказания, еврея, а как дети причастны плоти и крови, так и он, воспринял он, и дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, откровения. «И дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его». Вот ответ дается. Ответ такой, что ни о каком прощении речи нет, иначе Библия будет тогда в стороне. Еще? 9 минут. 9? Достаточно.